Добрый вечер, уважаемые телезрители! Салам алейкум! Это открытый разговор в рамках проекта «Онлайн-диалог» и с вами ведущий Магомед Магомедов. С первым звонком 1 сентября начался новый учебный год. И о том, как проходила подготовка к новому учебному году и какие изменения нас ожидают в сфере образования, мы поговорим сегодня с нашим уважаемым экспертом. И в студии у нас гость, заместитель министра образования науки Республики Дагестан Халилов Тимирхан Магомедович. Добрый вечер! Добрый вечер! Тимирхан Магомедович, ну, во-первых, поздравим наших учащихся с тем, что начался новый учебный год. И десятки тысяч наших ребятишек, дагестанцев, пошли в этом году в школу. И немало было из тех, кто пошли в новые школы. И вот с этого хотелось бы начать. Все мы стали свидетелем того, как в Дагестане в этом году открылись новые школы, в том числе и детские сады. И хотелось бы начать наш диалог с разговора о них. Какое количество и где они были открыты? Да, добрый вечер еще раз. На самом деле всех поздравляю с наступившим новым учебным годом. Всем успехов, удачи. Пусть сбудутся все желания всех наших детишек. По поводу вновь введенных школ, на самом деле об этом очень много говорили. Еще раз я повторюсь, у нас 1 сентября, это как бы, наверное, впервые в республике такие цифры, когда введено 15 новых школ. Две из них, правда, еще в конце прошлого учебного года были завершены. Но так как к новому учебному году они впервые работают, считаем, что 15 школ введено. А это свыше 5000 новых ученических мест, современные школы, в основном все из них. Несколько школ, которые строились в рамках федеральных программ. Это вполне оснащенные всем учебным оборудованием в соответствии с федеральным государственным развалительным стандартам. Это и компьютерная техника, и есть замечательная школа в городе Каспийск, о которой много говорили. Два бассейна, два спортзала, актовый зал, зал для гимнастики. То есть те посылы, о которых мы еще года 3-4 назад просто говорили, сейчас они уже реализуются. На самом деле они есть. Школу можно увидеть, школу можно пощипать, в школе можно учиться. То есть я правильно вас понял, это не реконструированные, это абсолютно новые школы? Ну все 15, не скажу, что новые у нас, потому что есть несколько школ, которые введены благодаря именно усилиям муниципальных образований. Это Табас-Аранский район, там две школы, ну одна за место сгоревшая построенная, помните, сгорела школа в селении Джули, и другая школа реконструирована, она практически так уже реконструирована, что практически это новый корпус образовательной организации. В Сумадинском районе, а это очень похвально для этого района, потому что он находится в высокогорной местности, где очень много малокомплектных, малочисленных школ. Администрация района проделана работа по вводу таких маленьких компактных школ на 20, на 30, на 40 мест. У нас тоже новые корпуса, новые образовательные организации, и в Хунзахском районе школа введена у нас, в Кайтакском районе введена школа, ну и так далее. Вот очень хорошо, что во многих муниципалитетах администрация района выделяет этому внимание, несмотря на все проблемы с финансами и другими административными барьерами, сами проявляют инициативу и республиканский бюджет, и муниципальный бюджет вместе завершает эту задачу по переводу детей в новые издания общевызывательных организаций. Уважаемые телевизорители, я напоминаю, мы вещаем в онлайн-режиме, и все интересующие вас вопросы, нашему уважаемому гостю, вы можете писать на номер WhatsApp, который вы видите у себя на голубых экранах. Теренханович, вот мы сказали о тех школах, которые были построены и были открыты, то есть, насколько мы понимаем, это в рамках федеральных программ, и планируется ли продолжение данной программы, так как есть нужда в ряде муниципалитетов, насколько мы знаем. Эта программа, на самом деле, конечно же, планируется продолжение этих программ. Раньше мы строили школу в рамках программы развития Северо-Кавказского федерального округа, где отдельно выделена подпрограмма по социально-экономическому развитию Республики Дагестан. Последняя школа в рамках этой программы была введена в этом году, школа Агель. Но почему я говорю последняя? Потому что в 2016 году по линии Минобразования стартовала отдельная программа по инициативе руководства страны, по содействию и созданию новых мест в общерозаводательных организациях, которые будут действовать до 2025 года. И вот первая, то есть основная цель этой программы – это строительство именно современных общерозаводательных организаций по типовым проектам. Почему я говорю типовые проекты? Потому что есть перечень реестров типовых проектов, который утвержден федеральными министерствами. Это может быть, например, мы строили в Каспийску первую школу по этой программе, в первый год этой программы нам выделили 851 миллион рублей с федерального бюджета. И был выбран Каспийск, где у нас, а так, программа направлена именно на решение проблемы трехсменного режима обучения. Каспийск, где в шестой школе почти 400 детей учатся, в третью, даже четвертую смену, в Каспийске строила современная школа, она оснащена, я уже об этом говорил. И программа будет продолжаться до 2025 года. В этом году в Махачкале строятся три школы по этой программе. Я напомню об этом, на 2212 мест все три школы. Одна в районе завода Эльтав, где у нас 32-я школа работает, три смены. Одна в районе таможенного управления, это венгерский Амитхан Султанов, старый Кихулай, новый Кихулай, это в районе Тарков. Там у нас две школы работают в трехсменном режиме, то есть они направлены на то, чтобы разгрузить эти школы. И одна пристройка к 10-й школе, сама 10-я школа, ввиду бурно развивающейся местности вокруг нее, пятый поселок, это и в сторону, опять-таки, Кихулая, и в сторону даже Калинина, там район разрастается, а 10-я школа тоже очень сильно перегружена, и там современный корпус, строится пристройка на 604 места. То есть программа продолжается работать, программа и дальше будет. Первый посыл программы – это ликвидация трехсменного режима обучения. Второй этап программы – это переход первых, четвертых и десятых, одиннадцатых классов на первую смену обучения. И третий, последний этап – это перевод всех учащихся в первую смену и ликвидация ветхих аварийных школ. Ну, то есть такие задачи программа поставлена, ежегодно федеральный бюджет поддерживает. Мы уже и на следующий год подали заявку, 17 школ мы заявили, на почти 9 тысяч мест заявили, конкурс уже Минобором был объявлен, и республика подала заявку. Я знаю, что мы в числе победителей, но пока еще конкретно, сколько объектов и какая сумма не определена, в ближайшее время будет принято решение по 2018 году тоже. Ну, мы очень надеемся, потому что на самом деле проблема, остается проблемой трехсменное обучение, оно зачастую неудобное, и будем надеяться, что в скором времени этот вопрос решится. Тимурхан Магомедович, ну, не может не волновать следующий вопрос, один из самых актуальных вопросов на начало учебного года – это книга «Обеспеченность». Вопрос очень актуальный, и, насколько мы знаем, вот на сайт вашей организации, Министерство образования поступает на горячую линию, очень много жалоб о недостаточности книг, о отсутствии книг, и это при том, что в Министерстве появлялась информация, что книги закоплены. Как вы прокомментируете вот этот вопрос? Да, это на самом деле актуальная проблема. Хорошо, что вы ее подняли, я, пользуясь случаем, все-таки попытаюсь донести до родителей, даже в первую очередь до директоров наших, до педагогических работников, чтобы понимали, какая ситуация с книгами. В последние дни, я коротко вступление скажу, основная масса жалоб, которые поступают в Министерство образования, это вопрос, связанный с обеспеченностью учебниками. Но это и понятно. Потому что на самом деле было заявление о том, что все дети будут обеспечены учебниками, это было не просто заявление, это было на основе реальных фактов сделанное заявление. Мы говорили об этом, Минобор говорил, что вообще проблема книг – это проблема ни одного года и ни одного дня. Я вам скажу, что на протяжении более 10 лет мы вообще не закупали книги для 7-11 классов. У нас хорошая попытка за счет поддержки из федерального бюджета закупать учебники была начата в 2011 году, попытка, которая реализовалась тоже в жизни, когда мы в 2011 году полностью обеспечили учащиеся первых классов учебниками по федеральным государственным образовательным стандартам. Вот эта задача, начатая с 2011 года, она продолжалась дальше в 2012, 2 класс, 13, 3 класс и так далее, и так далее. Например, в прошлом году мы уже обеспечивали учащихся 6 классов, потому что они перешли на новый федеральный государственный образовательный стандарт, но учитывая износ книг первоклассников, учитывая, что ежегодно количество первоклассников растет от 3 до 5 тысяч, и понятно, что уже какое-то количество книг, мы полностью в прошлом году обновили парк первоклассников, учебника первоклассников. В этом году в пределах имеющихся средств бюджета мы на самом деле изначально были запланированы средства только на закупку учебников седьмого и второго класса. Но спасибо руководству нашей республики, там было принято такое волевое решение, был главой республики Рамазан Гаджунаевич, который заключил, достиг договоренности с одним из крупных издательств страны о том, что издательство берет на себя обязательства по полной обеспеченности учебниками учащихся школ Республики Дагестан с дальнейшей поэтапной оплаты. Почему здесь важно поэтапная оплата? Потому что разом эту сумму оплатить в этом году, ввиду имеющихся проблем в республиканском бюджете, это очень сложно, это очень большая сумма. Я хочу сказать, что у нас 380 тысяч детей в школах, и если и необходимое количество учебников, это почти порядка 2 миллиона 700 тысяч экземпляров. Это просто огромный тираж. Так как это решение было принято где-то в середине лета, то есть этот огромный тираж напечатать к первому сентября, учитывая, что издательство работает не только на Дагестан, а на всю страну, мы просто не успели войти в план выпуска учебников этого издательства. Поэтому мы к первому сентября успели поставить полностью учебник из седьмых и вторых классов. Сейчас, чтобы все родители вторых классов на меня не ругались, есть проблемные муниципалитеты, где у нас ввиду того, что некорректно была сформирована заявка, это я даже скажу, это Кизлярский район, Ногайский район, Табасаранский район, Хасаюльтовский район, еще пара-тройка район. Заявка была составлена, насколько я понимаю, директорами школы. Заявки составляются еще в начале года директорами школы, заявки составляются учителями. И самое обидное, вот я к коллегам своим, получается, обращаюсь, что на момент подачи заявок не совсем уж, как сказать, серьезно к этой работе относятся люди на местах. И сейчас, когда мы сталкиваемся с проблемами такими, что учебники уже пришли в школу, учитель говорит, а я не по этому учебнику хотел бы заниматься, у меня там другая программа. На самом деле федеральный перечень учебников, он огромный, но мы и то их ограничили только тремя направлениями. То есть самые крупные направления выбрали, сказали, то есть по три, потому что на самом деле есть углубленное изучение, есть для сельских школ, есть для городских школ, чтобы, то есть, был выбор. Но и здесь некоторые умудряются ошибиться при заказе, при подборе учебников, в количестве ошибаются. То есть не прогнозируют увеличение численности учащихся. Ведь понятно же, если у тебя в течение последних пяти лет постоянно идет приток детей в муниципалитет. Если у тебя в первом классе 200 детей, очевидно, что во второй класс тоже передают 200 детей. А мы до сих пор продолжаем заказывать по численности второклассников, которые сегодня сидят. То есть 150 детей, но они же завтра будут в третьем классе. То есть вот эти моменты есть, и со вторым классом у нас такая небольшая недостаточность учебников появилась, и они тоже на следующей неделе полностью прибудут, и мы тему закроем. До 15 сентября мы обещали, что мы полностью допоставим учебники первых, третьих и четвертых классов. То есть полностью, чтобы закрыть тему с начальной школы. То есть допоставим недостающих учебников. Какие-то там библиотеки есть, оставшиеся от прошлых лет. Проводя анализ, очень много жалоб именно по учебникам третьего класса. Очень много. 95% жалоб я даже скажу по учебникам третьего класса. Я ответственно заявляю родителям, и я еще раз обращаюсь к директорам, учителям начальной школы третьих классов. Учебники отгружены, будут буквально завтра, на следующей неделе. Надеемся всех их поучить, и они будут розданы. Это никакое не опоздание. Даже те учебники, которые в школе есть, они в течение первых двух недель раздаются. Сегодня у меня дочка, племянники ходят, я спрашиваю. Учебники выданы? Они говорят, как бы учебники нам сказали, выдадут, но пока еще мы не полностью в библиотеке поучили. В школах Махачкалы по две, по три тысячи детей учатся, и здесь тоже можно понять, может быть, там библиотека не успевает, печати нужно поставить, документы оформить. То есть такая ситуация. Остальными учебниками посложнее на самом деле. Восьмый, одиннадцатый класс, они, мы и говорили об этом ранее, с учетом вот этой сложности тиража, они будут до первого ноября поставлены. Это крайний срок, который мы для себя ставим первым. Тернович, мы продолжим после рекламы, пожалуйста, не переключайтесь. Итак, мы возвращаемся. Я напоминаю, что мы сегодня беседуем о школе, об изменениях на сфере образования. У нас в гостях заместитель министра образования и науки Республики Дагестан, значит, Тимирхан Магомедович, извиняюсь. Тимирхан Магомедович, мы начали с вами говорить о книгах, и вы посетовали на то, что получилось так, что и те же жалобы были обусловлены тем, что, ну, отчасти не те книги были заявлены, то есть недобросовестно были составлены заявки. Ну, вы, надеюсь, обратились, но какая-то работа с директорами этих школ проводится, чтобы аналогичные ситуации не повторялись? Ну, работа с директорами ежегодно проводится. В этом году, конечно, проблем намного меньше, чем в прошлом году. Но все равно эти очаги остаются. Но их, на самом деле, очень мало, где не тот учебник выбрали. И они решаемые проблемы с точки зрения тех учебников, которые какие-то лишние остаются, можно заменить. Это не такая проблема, как всеобщая проблема того, что книги еще в школу не доехали, вот это ажиотаж среди родителей. В целом, ну, я думаю, что... А в целом, если по истечении, скажем, тех обозначенных вами сроков школа будет утверждать, что книги не поступили и не планируется их поступление, то куда родителям обращаться? Обращаться, в первую очередь, в Министерство образования. Сейчас тоже родители обращаются, у нас каждому работнику дано поручение, даже мы уже как бы откровенно друг с другом говорили. Ни одному заявителю не говорим, что мы не можем решить проблемы, с каждым индивидуально работаем. Звоним в школу, разбираемся с директором, если проблема решается, решается. Если какие-то сроки нужно подождать, заявителю говорится о том, что нужно подождать. Если проблема уже вообще не решена, то мы готовы признать это и разбираться дальше, кто виноват, что нужно делать. Александр Ильич, следующая проблема, это проблема сборов. В частности, вот наши телезрители отправили несколько сообщений, я бы хотел их зачитать. Добрый вечер. Законно ли собирать деньги строителей на оплату заработной платы охраны? И что делать, если такие сборы актуальны? И аналогичные сообщения, значит, поступило от следующего телезрителя, в пятой школе собирает на охрану деньги с каждого ребенка, постоянно сборы. Почему родители должны оплачивать охрану? Человек жалься на то, что вдова, без отца, никаких скидок и ничего подобного нет, и об учебниках молчит. Ну, об учебниках вы сказали, по поводу сборов хотелось бы на оплату охраны и так далее. Ну, давайте мы не будем говорить про оплату охраны, вообще по поводу сбора скажем. Кстати, мы помним недавно на родительском собрании тоже наша Национальная родительская ассоциация на всю страну задавала этот вопрос Васильевой. Да, обращение к министре. Ольга Веревна, да, о том, что идут сборы, хотя после этого, когда мы уже конкретно начали спрашивать, о какой школе идет речь и так далее, то есть это было сделано на основании того, что люди говорят. Ну, по поводу сбора, здесь однозначная позиция, это определено законом образования, что сборы в школе быть не должны, и это незаконно. То есть все вопросы, касающиеся бесплатного обучения ребенка, они должны быть обеспечены государством в полной мере. Только если это какие-то дополнительные платные услуги, касающиеся именно школьных, там, спортивные секции, кружковые секции, доп. образования. Другая сторона вопроса, если просто очень, мы же как бы здесь живем в одном городе, и все знаем, и каждый директор нам знаком, каждый учащик, есть племянники, дети. Вот эти моменты, которые возникают в школах, есть законная форма, то есть не скажу, что законная форма, форма, когда родители сами изъявляют желание, то есть путем управляющего совета, попечительского совета, через родительские комитеты, родители сами изъявляют желание помочь школе в том или ином вопросе. Может быть, даже в случаях с охраной тоже, потому что государством обеспечиваются в школах бесплатные сторожа. Ну, мы сами тоже в школах учились, помним, у входа сидит сторож, но не доверяют родители сторожам, хотят частную охрану, ЧОПы, так называемые ЧОПы, или там неведомственная охрана, и родители сами изъявляют желание, обращаясь, причем они пишут вначале письма о том, что уже просим разрешить это сделать. То есть таким никто не заставляет их делать это, то есть никто не заставляет, никто перед ним не ставит задачу, у нас есть охрана, и за нее нужно платить. Это желание родителя как бы обеспечить безопасность своего ребенка, и эти некоторые такие случаи, моменты в школах Махачкалы, и, наверное, в Каспийске, не знаю, имеют место. То есть об этом и идет речь. Но здесь, конечно, среди общего количества родителей, которые изъявили желание, наверное, есть не наверное, а, конечно же, есть те, кто и не могут этого делать. И здесь, конечно, директору нужно эту работу проводить как-то гибко, гибко эту ситуацию разруливать, даже, может быть, не директор, а тем же самим родительским комитетом. Но не могут все быть одинаково платежеспособны. Если у ребенка двое, трое, более детей, это же уже большая нагрузка. Я просто часто слушаю, что это жалоб. Здесь нужно, как и государство это делает, там у нас, например, школы-интернаты, где детские сады, например, в детских садах родители собирают плату за воспитание, уходят ребенка в детском саду. В государстве нам определено, что за второго ребенка 70%, за третьего 30%. То есть такие же должны быть подходы, когда родительские комитеты изъявляют желание оказать какие-то дополнительные помощи в школе. Надо учитывать, обязательно надо учитывать это, и руководству школы это нужно контролировать, чтобы родителей не нагружали. Не бывает одинаково платежеспособных родителей. У нас, в принципе, многие семьи сейчас многодетные. Это, конечно, надо учитывать, я полностью с родителями согласен. Если какая-то, все-таки я скажу, если есть ситуация, что заставляет кого-то платить, это обязательно нужно обращаться. Мы уже об этом говорили. То есть неважно, какие сборы, в том числе на ремонт и школу и так далее. Ремонт, эта тема, кстати, она сейчас, знаете, представитель Национальной родительской ассоциации Республики Дагестан тот день вопрос задал про ремонт. Этой темы-то уже, в принципе, как таковой нет. Вот даже смотрите сейчас обращение, которое поступает к вам. Про охрану эта тема, говорят, значит, она как бы имеет место актуально. Я знаю, что это в основном, не в основном, во всех случаях это желание родителей делать. Ремонт и по тому количеству жалоб, которые Минобор поступает, она в последние годы спадает, потому что директора боятся. Есть случаи и когда правоохранительные органы этим занимались, есть случаи и увольнения директоров. Поэтому обязательно обращаться в первую очередь к учредителю управления образованием, Минобразованию, потому что по каждому такому случаю индивидуально мы разбираемся. Если это было, если человека заставляют платить за ремонт и за что-то, то это обязательно нужно разбираться с директором вплоть до увольнения, или кто, какой учитель, какой педагог или заместитель директора этим занимался. Ну, я думаю, такие проблемы возникать не будут, тем более, что вы обозначили, что в случае чего наши уважаемые телезрители, родители могут обращаться в соответствующее управление образования по месту своего проживания. Следующий вопрос, Стимир Хан Магомедович, он звучит следующим образом. Здравствуйте, можем ли мы надеяться, что школа в Шамхале под номером 49 будет реконструирована в ближайшем будущем? Школа городского типа, а условия совсем не городские. Ну, школа в Шамхале, там ни о какой реконструкции речи быть не может, потому что эту школу просто нужно, на самом деле, сносить и строить новую школу. Вот когда я в начале эфира говорил о том, что мы на 2018 год подали 17 школ заявки, там, кстати, в первой пятерке как раз-таки сидит шамхальская школа, потому что, на самом деле, это уже город, это очень сильно разрастающийся поселок. Школа там, щитовая, находится, на самом деле, в очень нехорошем состоянии, она уже в трехсменном режиме обучения, и то есть там очень сильно, очень быстро, вот на первом этапе реализации этой программы, необходимо строить новую школу. Я очень сильно надеюсь, уважаемые телезрители, к вам обращаю, что эта школа попадет в перечень школ, которые в следующем году будут строиться. И несмотря на все те проблемы с землей, которые есть и в Махачкале, и в том числе поселке Шамхал, это вопросы тоже администрации города, к счастью, решены, то есть там, где мы хотим строить школу, хоть и в стесненных условиях земля выделяется, в том числе поселке Шамхал. И эта школа, я думаю, что если в 2018 году, скорее всего, попадет в программу по строительству школ, еще, к счастью, у нас сейчас есть отдельное поручение Медведева Дмитрия Анатольевича, отдельная поддержка субъектов Северо-Кавказского федерального округа, или в рамках этих мероприятий, или туда, или туда Шамхалская школа должна попасть. Но если в 2018 нет, то в 2019 году обязательно это будет, потому что я же говорю, что в первом этапе эта школа у нас имеется в виду, и она заявлена, и есть по ней сметы, и даже есть проект школы, который там будет построен. — Замечательно. Мы в начале передачи обозначали, что поговорим сегодня о тех изменениях, которые планируются, которые произошли. И хотелось бы начать с того, что наиболее интересно, это качество образования. Что делается для повышения качества образования в республике? — Ну, мы на самом деле последние годы, как говорим, наводили элементарный порядок в части материально-технического испечения. Говорим, что сказали, что построили много школ, ремонт и так далее. На самом деле сейчас такая пора настала, когда уже не то, что необходимо, уже время к тому привело, что нужно заниматься содержательной частью образования, в том числе повышением качества образования. Результаты единого государственного экзамена мы используем как один из механизмов того, чтобы оценить уровень знания детей, хотя есть и противники этого, того, что поэтому нельзя оценивать, есть и сторонники того, что поэтому нужно оценить. Но в целом средние результаты единого государственного экзамена, не оглашая их сейчас по предметам, можно говорить о том, что уровень образования дагестанских выпускников сегодня оставляет желать лучшего с точки зрения того, что он ниже, чем среднероссийский, а где-то даже очень ниже, чем среднероссийское образование. Среднероссийские показатели. — А чем это обусловлено? — Ну, это обусловлено тем, что, наверное, все-таки среднероссийские показатели, они же, если говорить о численности детей в целом по стране, и где сконцентрирована большая часть из них, на базе которых и складывают среднероссийские показатели, это, конечно же, Москва, Питер, Московская область, Ленинградская область, Татарстан, то есть это где большое количество детей, Краснодар. А Дагестан же это, так сказать, специфическая республика с точки зрения своего географического места расположения. Ну, мы знаем, у нас из 380 тысяч детей 200 в городе, 180 населят, то есть почти пополам, да, будем говорить. И вот эти дети, находящиеся в сельской, а особенно в высокогорной местности, конечно, там все-таки уровень образования за последние годы значительно упал. В основном с точки зрения того, что педагогические работники, уровень подготовки педагогических работников, то есть он уже не отвечает современным требованиям, он не отвечает Федеральным государственным образовательным стандартам. Сегодня люди не хотят работать на селе, сегодня молодые специалисты, закончившие педагогические вузы, их очень тяжело обратно направить работать. А создали ли ему условия, чтобы они возвращались? Вот это очень большой вопрос, если говорить как бы свою личную точку зрения, но ведь не только система образования им должна создавать условия, здесь же очень много факторов. Здесь и дорога, здесь и работа, здесь и культура, здесь и здравоохранение, здесь и все-все-все. То есть комплексно. Конечно, в высокогорной местности условия, что сегодня созданы всем для молодежи, чтобы возвращаться, не могу сказать. Хотя в этом направлении очень много делается. Система здравоохранения есть, как называемые, подъемные, поддерживаются молодые специалисты. В образовании это было, сейчас эта программа как бы перестала действовать. Но для того, чтобы хотя бы в райцентры, в крупные села молодежи возвращалась, это условия, в принципе, там достаточные. Ну, не такие, конечно, как город. Здесь просто сознание молодых людей. Здесь, как сказать, престиж этой профессии, да, престиж учителя, престиж педагогического работника. Он за последние годы, что здесь скрывать, он оставляет желать лучшего. Поэтому возникают проблемы там, в целом, и в городе тоже не скажешь, что все хорошо. Поэтому средний уровень, конечно, у нас еще оставляет желать лучше. Но вместе с тем, если анализировать последние три года, у нас очень сильно выросли показатели по многим предметам, особенно по техническим специальностям. У нас самая главная проблема Дагестана сейчас. Я как сам тоже математик, человек, который любил технические дисциплины, у нас вообще низкий интерес к техническим дисциплинам. А это вообще в общем развитие ребенка. Сейчас мы очень много говорим о проектной деятельности. Сейчас мы, надеюсь, поговорим и об одаренных детях, и о талантливых детях. Конечно, мы и о тех условиях, которые созданы, в том числе дополнительное образование, мы поговорим после рекламы, не переключайтесь. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем. В гостях у нас заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. И мы говорим сегодня о теме подготовки к школе в целом, как она проходила, и о тех изменениях, которые происходят. И интересующие вас вопросы вы можете задавать на тот номер, который вы видите на своем экране. Номер WhatsApp, я напоминаю. Итак, Тимирхан Магомедович, мы с вами говорили о качестве образования в целом, и в то же время были созданы определенные формы контроля, которые позволили нашим ребятам поступать в ведущие, скажем так, в том числе в УЗы России. Как сегодня у нас обстоит дело? Мы тему ЕГЭ не будем осуждать, тему Олимпиады и так далее вот с этим. Ну да, на самом деле мы недоговорили. Я когда говорил о том, что качество образования оставляет желать лучше, это на самом деле так, но вместе с тем нельзя отметить, что в этой массе детей у нас есть, конечно же, очень талантливые дети, которые в этом году, мы себе об этом говорили, очень много у нас 100-бальников, даже есть ребенок, который по двум предметам взял 100 баллов. То есть есть дети, которым единый государственный экзамен, который вызвал очень много критики изначально. Сейчас большинство сторонников, которые говорили, что это как бы тыканье пальцем и выбрал один из ответов, что ребенка можно поднатаскать. Эти сторонники сейчас как бы отпали, потому что практически во всех предметах, а с 2018 года по всем дисциплинам полностью отменено тестирование. Ребенку нужно, опять-таки, как в математике я скажу, в математике на самом деле с первой задачи по последнюю идут задачи, где нужно полностью развивать мышление. Поднатаскать на это ребенка очень сложно, потому что логика задания ежегодно меняется, ни один педагог не знает, какое задание будет в следующем году. То есть здесь и творчество, и общее мышление, и проектная деятельность, и работа ученика. Очень много у нас талантливых детей в этом году поступает в Москву. Сейчас такая хорошая у нас идет работа, налаживание контактов, как раз-таки в рамках повышения качества образования, налаживание контактов с нашими выпускниками, студентами московских вузов. То есть чтобы и наши дети видели, что они есть, наши дети видели, чего они добились. И мы их привлекаем к проектам. Сейчас у нас есть хороший мальчик, выпускник республиканского многопрофильного лицея, Камиль Раджабов, с которым мы буквально сегодня тоже переписывались, мы его привлекли с точки зрения развития в республике, поддержки одаренных детей олимпиадного движения и так далее. То есть студенты есть, они готовы, они хотят вернуться в республику и приносить пользу для наших детей. И вот это сотрудничество, оно очень важно, потому что они еще недалеко ушли из школы. И вот они между нами и между школьниками, это как раз-таки тот такой мозг, по которому нам с детьми легче общаться, когда они видят, вот же он не взрослый дядя, вот же он вчерашний школьник, который говорит то, что хотят сказать они, но на нашем школьном языке. И в то же время у нас очень мало ребят, которые всероссийские олимпиады выигрывали. Какая работа в этом направлении проводится? Вы знаете, я когда проводил анализ по поводу того, что хоть это не специфичная вещь моя олимпиада, но ввиду своего интереса ко многим вещам, я анализировал эту ситуацию. У нас в последнее время нет ни одного, что скрывать, ни одного победителя всероссийского этапа олимпиады. Здесь проблема, как говорят специалисты, которых мы сейчас привлекаем с Москвы, вы знаете, сейчас у нас тесное взаимодействие с департаментом образования города Москвы, за что им спасибо. Здесь все-таки проблема выявления. Вот правильно сказал наш глава, не бывает неодаренных детей, бывают педагоги, которые не могут найти одаренного ребенка. То есть здесь всеобщее отсутствие системы выявления талантливых детей. Вот поэтому буквально глава, зная это, понимая это, он в июле подписал указ главу Республики Дагестан, это вообще важно, что глава только внимания уделяет, и своим указом утвердил систему выявления и поддержки талантливых детей и одаренных детей. Сейчас на выходе указ по грантовой поддержке талантливых детей, то есть каждый победитель Олимпиады и республиканского, и всероссийского уровня будет получать определенную сумму. То есть уже есть к чему, ну я не буду говорить, что ради денег это, но это очень хорошо, когда ребенок стал лучшим физиком Республики, когда он получает какой-то грант, и это как бы нормальное явление, нормальное явление в любые субъекты Российской Федерации, в любой стране мира. То есть вот проблема выявления, от которой сейчас очень мы плотно работаем, сейчас у нас в сентябре стартует школьный этап Олимпиад, всероссийского, то есть там школьный, муниципальный, республиканский. Вот как раз таки с этого года начинается новая система и проведение Олимпиад, где максимальное количество школьников участвует в Олимпиаде. Замечательно. Потом максимальное количество школьников участвует в школьной, потом муниципальной, потом республиканской. А вот после республиканской с каждым ребенком будет работать чуть ли не индивидуально именно по его подготовке к Российской Олимпиаде. То есть не только вопрос выявления, очень важный вопрос и подготовки. Вот эти наши два хороших проекта Сириус и Альтаир, которые в этом году были, это как раз таки на это же направлено. Вот об этом хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, насколько доступны подобные площадки дополнительного образования для простого народа, скажем так. Но вы смотрите, там хоть и многие говорили, что Сириус – центр для одаренных детей. Вот я с этой точки зрения не согласен, потому что опять-таки, говорю, не одаренных не бывает. Мы на вторую смену летнюю, которую провели на берегу моря, на базе нашего Солнечного берега, детей не проводили никакие тестирования, не проводили никакие экзамены. Мы просто каждому муниципальному образованию дали определенную квоту, зависимо от численности детей. Ну, Махачкалисе не с тысячей детей, значит квота больше. То есть критерии в определении не было никаких? Ну, мы, конечно, советуем муниципальным образованием, особо отличившимся в успехах в учебе. Активистов, скажем так. Да, активистов. А там уже на месте были приглашены специалисты и с Москвы, и с Республики Дагестан, и с Политехнического государственного технического университета, и государственного университета тоже. И там были не только математика, физика, там была журналистика, финансовая грамотность. И вот среди этих 200 детей уже есть дети, на которых мы делаем ставку на то, что они как бы в дальнейшем будут поднатаскиваться к всероссийскому этапу Олимпиады. Сейчас у нас четвертая смена будет Сириуса, третья прошла в Дербенте, тоже прошла очень на хорошем уровне. Там тоже есть определенное количество детей, которых выявили, можно сказать, что с ними можно дальше работать. Четвертая смена будет опять в Солнечном береге, и вот как раз мы подойдем к этапу республиканскому, к муниципальному. Эти дети на школьных Олимпиадах себя проявят, скорее всего, они должны проявить. И дальше с ними уже будут работать и специалисты Республики, и привлеченные специалисты из города Москвы, которые знают, как это делать. Потому что больше всего победители на всероссийских Олимпиадах в городе Москве. И они на самом деле утверждают, что основная проблема это выявление и система подготовки ребенка к Олимпиаду. Вот вы сказали, что проблема выявления. Почему муниципальные управления образования, директора школ не помогают в этом вопросе сделать доступными подобные площадки для своих ребят? Почему бы им не помочь в этом направлении? Ну, наверное, потому что, надо честно признать, это не была приоритетная задача для Республики последние годы. До сегодняшнего? Да. Понятно, что все хотели, чтобы у нас были победители. Но все сводилось к тому, что вот прошла Олимпиада, есть победители, и мы целый год декларируем о том, что у нас есть какие-то победители. А какие надо меры принимать для того, чтобы было больше? Ну, попытки были, какие-то там старые, может быть, методы неадаптирования под современные условия обучения. А сейчас этому на самом деле, это я искренне говорю, я знаю, какое-то внимание этому уделяется. Не знаю, какой будет результат, будем смотреть по итогу. Ну, будем надеяться. Да, но результат этому, внимание этому уделяется. И есть на самом деле выработанная четкая методика выявления. Еще раз повторюсь, ни одаренных детей не бывает. Кто-то одаренный скрипач, кто-то одаренный борец, кто-то одаренный математик. В то же время, любой родитель может, в принципе, обратиться, получается. То есть, данные площадки, они доступны для всех? Совершенно. Ну, я бы, ну, они доступны для всех, да, но когда мы объявляем смену на 200 детей и сказать, что они доступны для всех. То есть, туда попасть может, в принципе, любой ребенок. Но сейчас эти площадки будут увеличиваться. Даже у меня было предложение, о чем мы садики-то забыли. У нас есть проект, как раз-таки, в рамках повышения качества образования. Детский сад, каждый ребенок талантлив. То есть, уже с детского садика, с детского садика со скамей, оттуда вам начинать поддержку талантливых выявлений детей. Давайте в городе Махачкала в каком-то садике определим детский сириус. Замечаете? Да, не ночуем, не спим, тоже 8 часов привели, 5 вечера забрали, но с детьми будут работать отобранные педагоги по отобранным методикам. Там уже же среди 3-7 летних детей, ну, такая большая республика. Самое главное наше богатство – это человеческий капитал, наши дети. Среди них надо искать детей и талантливых, и одаренных, и... Ну, я думаю, у нас перспективы есть хорошие. У нас очередной вопрос от телезрителя. Значит, наши родители беспокоятся о рационе детей. А просят подсказать, пожалуйста, насчет питания в столовой, каким оно должно быть. Каждый день дают кашу детям, изредка яйцо, есть ли какие-то нормы? Я... У меня в этом году девочка в первый класс пошла. Ну, это, кстати, питание бесплатно в школах кормит учащихся начальных классов. И первый день я спрашиваю, кормили ли? Она говорит, ну, ты же знаешь, пап, кашу-то я не люблю. Как раз в продолжении этой темы. Ну, там бесплатное питание, как бы мы его назовем второе завтра, горячее питание для учащихся первых и четвертых классов. Ну, разнообразие, конечно же, будет должно. Нормы есть. Нормы санпина – это количество калорий и количество витаминов и, так сказать, других элементов, полезных микроэлементов, которые ребенок должен получать. С точки зрения этого, школа должна формировать меню. Ну, ежедневно, конечно, ребенка пичкать одной и той же кашей – это неправильно. Но, с другой стороны, мы все ходили в детский сад. В школах, кстати, в наше время бесплатно вторым завтраком не кормили. И, ну, каждое утро какая-то каша все равно бывала, просто она менялась. Сегодня овсяная, завтра манная, кашу ребенок должен кушать в любом случае. Но если ребенок уже утром покушал кашу второй раз не хочет, какая-то альтернатива тоже должна. Например, моя дочка сказала, я кашу не поела, но я покушал булочку и попил сладкий чай. А кроме как гречки, кроме как каши, там где-то попытаются мясо добавить или там что-то, сосиску положить, какое же другое разнообразие может быть. Мы же не говорим о полноценном обеде или о полноценном ужине или о полноценном завтраке. Речь идет о втором завтраке, чтобы ребенок после первого урока, это он по своей физиологии должен получить какой-то объем калорий, речь об этом идет. Но ни одной и той же каши, ни одними и тем же продуктами, но разнообразие какое-то быть должно. Конечно, разнообразие быть должно. Итак, наше эфирное время практически подошло к концу. И у меня последний вопрос. Мы все были свидетелями ежегодного августовского совещания. Есть ли то, на что хотели бы вы сделать особый акцент, что было отмечено, и какие перспективы, планы и так далее вкратце? Ну, на августовском совещании наш основной посыл бы, что нам много сделано, но очень много еще надо сделать. Главное не потерять, чего мы добились. Мы об этом говорили. И, конечно же, самый главный вопрос – это развитие качества образования, повышение уровня педагогических работников и качества образования наших детей. И это основной посыл на новый учебный год. Те программы, те проекты, которые нами запущены в этом году, как бы разрабатываются. Сейчас они будут утверждаться. Один из таких довольно весомых проектов, о которых глава тоже говорит. Все направлены на повышение качества образования. И самая главная наша задача – это консолидация всех, начиная от детей, заканчивая ректорами вузов. Где и родители, где и муниципалитеты, где и главы. Если мы все вместе не объединимся, отдельное Минобразование, как органы исполнительной власти, которые делают политику образования, сидеть здесь в Махачкале в кабинете и отвечать за то, что творится в школах Цумадинского, Терратинского и так далее районов, без внимания глав, когда сегодня все 85% образовательных организаций находятся в главе, невозможно. А вообще сейчас посыл такой главной традиции образования должно стать главной традицией Дагестана. Ну, на этой хорошей ноте мы завершим. Уважаемые телезрители, я еще раз напоминаю, что сегодня мы обсуждали те изменения в сфере образования, которые произошли. И еще, как сегодня нам сказал нас, уважаемый эксперт, произойдут. Следите за событиями, обращайтесь, не будьте равнодушными. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель министра образования Нокересулика Дагестан, Тимирхан Магомедович Халилов. Все, мы на этом прощаемся. До скорых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин